МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 40 специалистов Смоленской АЭС подали заявки на участие в чемпионате профессионального мастерства концерна «Росэнергоатом». Спектакль «Мамуля» покорил сердца атомщиков. На планном совещании с руководителями подразделений директор Смоленской АЭС сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом». В работе 31 энергоблок, в ремонте 5 энергоблоков. Суммарная мощность 26 185 мегаватт на 6 часов сегодня, что составляет 103% выработки к заданию ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. На Смоленской АЭС в работе все три энергоблока, суммарная нагрузка 3 165 мегаватт. Существенных замечаний по работающим блокам нет. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 25 ноября составила 1,8 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 649 миллионов киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 17,1 миллиардов киловатт-часов. На Смоленской АЭС подведены итоги Дня охраны труда, прошедшего по теме нарядно-допускная система производства работ, организация обучения, проведение инструктажей, проверка знаний и требований охраны труда. Во всех подразделениях станции были проведены проверки в рамках административно-общественного контроля. Состояние охраны труда на Смоленском филиале находится на приемлемом уровне, есть тенденции к улучшению. Первоочередное внимание по вопросам охраны труда при выполнении работ с персоналом мы уделяем подготовке персонала, повышению и поддержанию квалификации и обучению. Взаимодействие с генеральным подрядчиком по вопросам охраны труда в части сопровождения ремонтных работ на оборудовании турбинного отделения выполняется в соответствии с процедурами, которые определены эксплуатировающей организацией, выполняются точно в сроке. Существующие проблемные вопросы, которые имеются при сопровождении работ по охране труда, решаются в рабочем порядке, адекватно установленные сроки. На Смоленской АЭС стартовали отборочные этапы на дивизиональный чемпионат РИА «Скилз-2020». Первыми испытания на мастерство в профессии прошли дозиметристы отдела радиационной безопасности. Оценочные мероприятия состоялись в режиме видеоконференции. Она объединила площадки девяти атомных станций России. За право участия в дивизиональном чемпионате РИА «Скилз-2020» боролись 28 дозиметристов. Из них четверо – специалисты Смоленской АЭС. Антон Шаломицкий, Андрей Луцко, Евгений Тагильцев и Максим Суботин. Готовились к конкурсу под руководством опытных экспертов отдела радиационной безопасности, ведущего инженера Константина Соломыкина и начальника смены Дмитрия Николаева, серебряных призеров чемпионата РИА «Скилз-2018». Дозиметрист с семилетним стажем Антон Шаломицкий в третий раз пробует свои силы в дивизиональном конкурсе профмастерства. Я стремлюсь занять какое-то призовое место, чтобы дальше продвигаться по карьерной лестнице, по профессии. Готовился я долго, усердно. Помогали мне в этом коллеги. В течение часа конкурсантам необходимо было пройти теоретическое тестирование и решить ряд профильных задач. Оценивали с их знания устройств и принципов действия дозиметрического оборудования, биологического воздействия и ионизирующего излучения, санитарных норм и правил по обеспечению радиационной безопасности. Начинающего дозиметриста Евгения Тагильсова вдохновил на участие в дивизиональном чемпионате его отец, ведущий инженер по дозиметрическому контролю Дмитрий Тагильсов, неоднократный победитель и призер конкурсов профмастерства, участник чемпионатов Рио Скилз, финалист отраслевого конкурса «Человек года Росатома-2016». Я тоже хотел бы попробовать себя в таких конкурсах, так сказать, чтобы даже улучшить показатели отца. Он как бы является моим примером. До конца ноября отборочные туры на Рио Скилз 2020 пройдут по всем компетенциям. Результаты будут известны в середине декабря. От Смоленской станции для участия в дивизиональном чемпионате заявились более 40 конкурсантов и экспертов по 8 компетенциям. Гастрольный тур Калининградского областного Тильзи театра по городам расположения атомных электростанций концерна «Росэнергоатом» проходит в рамках проекта «Территория культуры Росатома». Современную комедию «Фарс», принадлежащую перу драматурга Сергея Белова, поставил режиссер Вячеслав Виттих. Действие спектакля развивается динамично, увлекая в хитросплетениях судеб главных героев. Зрители тепло и радушно встречали игру актеров, не скрывая эмоций и поддерживая горячими аплодисментами. По словам главного героя пьесы, сыгравшего мамулю Николая Паршинцева, для актеров очень важен эмоциональный отклик людей, пришедших на спектакль. Актер, неоднократно игравший на сцене в городах присутствия атомной энергетики, сделал вывод, что у них особый зритель, очень интеллектуальный, даже требовательный, но вместе с тем очень радушный. Театральную труппу всегда с восторгом встречают, приветствуют, долго не отпускают со сцены, приглашают снова. Пока мы единственные, кто увидели этот замечательный спектакль, далее будет там Курс, КС и так далее. Ну, еще раз им большое спасибо и от лица первичной профсоюзной организации вручим небольшие сувениры. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнестанцией вы можете знакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю. Хороших вам новостей и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok